Hello there! Сегодня мы с вами разберем самые популярные устойчивые выражения в английском языке, связанные с едой и напитками. Они помогут сделать вашу речь более живой и разнообразной, а еще лучше понимать носителей языка, которые частенько используют подобные выражения в своей речи. Ну а пока мы не начали, ставьте лайк этому видео, чтобы не забыть, подписывайтесь на канал. Меня зовут Рита, вы смотрите Puzzle English. Let's go! Все мы знаем об английской традиции five o'clock tea. Первое выражение как раз связано с любимым напитком англичан. It's not my cup of tea. Это не мое, не в моем вкусе. Ну, например, вас пригласили в оперу, а вы больше любите балет. Вы можете ответить. Thanks for inviting me, but opera is not my cup of tea. Кстати, у этого выражения есть еще один съедобный синоним. Второе выражение связано с любимым многими сыром. Big cheese. Так говорят об очень важном человеке и о самом главном руководителе в компании. Например, вас пригласили на финальное собеседование с руководителем компании, и вы рассказываете о том, какое оно было волнительное и сложное. Есть ли среди ваших знакомых кто-то, кто всегда расслаблен, спокоен и на дзене? О таком человеке наше следующее выражение. По-русски мы, конечно, вряд ли скажем «спокоен как огурец», а вот «спокоен как удав» – это наиболее близкий перевод этого выражения. Переходим к следующему выражению. Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы сильно волнуетесь перед важным и сложным экзаменом, усердно готовитесь, но с легкостью сдаете его? Тогда такой экзамен можно назвать piece of cake. Следующее выражение для любителей шоппинга. Раскупать, как горячие пирожки. Последнюю книгу о Гарри Поттере раскупили, как горячие пирожки. Кстати, обратите внимание, в английском языке глагол sell в данном случае используются в действительном залоге, а не в страдательном. То есть не «was sold like hotcakes», а просто «sold like hotcakes». Говорят, что девушек больше всего привлекает в мужчинах мозг. Так говорят об очень умном человеке. Переходим к следующему выражению. Как вы думаете, кого можно назвать яблоком в глазу? Я обожаю своего лучшего друга Сэма. Ваше яблочко в глазу – это кто-то, кого вы очень сильно любите и кем гордитесь. Ну а для тех, кто не очень любит фрукты, у нас есть выражение с беконом. Если кто-то усердно работает и содержит свою семью, о нём можно сказать, что он приносит домой бекон. И, наконец, последнее выражение на сегодня. Оно поможет вам структурировать свою речь и подвести итоги. Вкратце, в двух словах. В двух словах. Сегодняшнее видео было очень информативным и полезным. Мне оно очень понравилось. Посмотри его обязательно. Я очень надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Мы постарались сделать его максимально полезным, насыщенным новыми словами и выражениями, благодаря которым вы сможете поразить всех своими глубокими знаниями в английском языке. Запоминайте выражения из этого видео, а мы совсем скоро вернёмся к вам с новой порцией нереально полезных идиом. С вами была Рита и канал Puzzle English. До встречи в следующих видео. Have a nice one! Субтитры сделал DimaTorzok